приветствую вас на своем канале сегодня мы будем делать шашлык с курочки в луковом маринаде а рецепт маринада смотрите дальше лук мы нарезали полукольцами и будем продолжать еще нарезать лука но лука надо очень много смотрите лук мы порезали полукольцами добавляем столь и все хорошо тщательно мы будем мять чтобы лук пустил в сок сока надо много но пока мы вот это вот помнем отставим ему на минут 15 чтобы он пускал сок и приступим к мясу как вы видите у меня уже мясо лежит на нашей досочке мы будем делать небольшие такие надрезы как дырочки ножиком потом объясню для чего и вот так вот по всему мясу мы делаем надрезы прошло 15 минут сок уже смотрите уже с лука выходит он мягенький и сочный сейчас мы приступим к мясу мы добавили уже сюда карри добавили куркумы добавили приправки куричи гвоздичку карри все перемешали а надрезики я сделал для этого чтобы хорошо пропиталась наша приправочка мы хорошо ее терли и сейчас будем туда начинать начинять чесночок наше отверстие много туда чеснока мы добавлять не будем много туда чеснока мы добавлять не будем каждую курочку по пару кусочков чесночка конечно неудобно но постараться можно и и чтобы маринад наш хорошо пропитался наше отверстие ну и чесночок тоже даст очень прекрасный вкус все курочку мы уже все нашпиговали чесночком и сейчас будем перемешивать с луком который уже упустил сок тщательно тщательно будем перемешивать чтобы весь лучок с соком пропитывался в нашу курочку и мариновать его часа два-три в прохладном месте можете в холодильнике ой сегодня нас погодка подвела сегодня прошел очень сильный дождик но мы распалили костер и хотим это видео вам предоставить с очень сочными и вкусными шашлыками смотрите ребята какие ароматные и вкусные шашлыки у нас получились и чесночок и запах просто песня очень вкусные шашлычки приходите на природу готовьте а запах какой стоит ребята вы не поверите такая вкуснятина на костре это просто замечательно и сочные и вкусные ребята попробуйте этот рецепт если вам этот рецепт понравился напишите обязательно в комментариях пока пока с вами была наша кухня друзья всех приветствую на своем канале мы сегодня будем готовить фаршированные ножки для этого нам понадобится ножка и сейчас я буду вам рассказывать и показывать как ее нужно разделать шкурочку мы ни в коем случае не отрезаем мы делаем небольшие надрезики по косточке начинаем ее как бы связать желательно конечно ее не повредить но в этот раз как то я купила окорочка и они уже были с дырочками вы в следующий раз если будете покупать на себя обязательно проверяйте нет ли дырок в шкурке сейчас мы постепенно шкурочку это снимаем мы жирок не обрезаем он нам очень понадобится до вашего в эту шкурку мы будем вложить фаршированное мясо косточку мы оставляем вот такая шкурка должна у нас быть как вы видите мы уже шкурку отделили от нашего мяса сейчас будем отделять мясо от косточки а потом будем перекручивать на мясорубке мы находим косточку филейным ножом мы аккуратно по всей косточке обрезаем кусочки находим опять косточку как вы видите вот так раз разделили обрезали тут также мы ищем косточку ножиком вот так все и филейным ножом скользкая обрезаем и тут вот так вот тоже по косточке мы обрезаем куски мяса и остался еще один штришок в одной косточке забрать мясо и опять таки ножиком по всей косточке мы обрезаем мясо тут уже осталось немножко мяса оно останется вам на бульончик если будете варить какой-то супчик или бульон и продолжаем еще одну курочку ножку нашу отделять от мяса также филейным ножом мы отделяем мясо опять таки находим косточку упираемся и обрезаем ну и с этой стороны тоже мы берем филейным ножом по косточке и обрезаем мясо ну если вы захотите там еще поубирать еще какие-то кусочки убирайте я бы оставила конечно вот эти кусочки как я уже повторяюсь на бульончик вот такая косточка у нас остается на бульончик она очень пригодится друзья мы разделали мясо от косточки вот на такое количество мяса нам понадобится 2 крупных луковички и будем перекручивать фарш как вы видите фарш мы уже перекрутили сейчас мы будем подготавливать другие продукты для фарша берем грибочки и будем нарезать их кубиками ну как бы не сильно кубиками но такими кусочками вот мы нарезали грибочки и лучок сейчас мы будем обжаривать лучок чтобы приобрел золотистый луч ну почти золотистый потому что мы еще будем обжаривать грибочки пока наш лучок обжаривается нам нужно подготовить перчик будем тоже резать кубиками сначала порежем небольшими не толстыми полосками и потом будем резать кубиками желательно небольшими чем мельче тем лучше и также будем обжаривать потом вместе с луком и с грибами сейчас мы будем нарезать помидорчики но предварительно нужно с них снять шкурку как шкурку снять помидоры ложите на 2 минутки в кипяток и шкурка очень хорошо отходит от помидоров сейчас мы будем резать их также кубиками сок который остается от помидора мы не выбрасываем весь помидорчик пойдет в наш фальш наш лучок уже под золотился теперь мы добавляем туда грибочки и будем тоже обжаривать не на большом огне чтобы оно не сгорело помидорчики мы уже нарезали кубиками и добавили в фарш сейчас мы будем приступать к нарезанию сыра и также будем добавлять его в наш фарш также нарезаем соломкой не толстыми кусочками и будем резать потом их кубиками сыр прилипает ничего страшного кубики тоже не должны быть очень крупными вот так нарезали такими полосочками и будем резать вот так помельче вот такими кубиками не сильно мелкими и не сильно крупными вот такого размера и так же добавим его в фарш и так же добавим его в фарш грибочки мы обжаривали 2 минутки теперь нам нужно обязательно туда добавить перчик перемешаем и надо накрыть крышечкой чтобы перец как бы пропарился его сильно мы обжаривать не будем чтобы он просто стал немножко мягче перемешали и накрываем крышечкой и томим где-то 5 минут мы нарезали 3 крупных зубчика чесночка мелко-мелко я считаю что тут много не надо но если вы любите чеснок вы можете добавить его больше я его добавляю чисто для запаха все перчик у нас уже немножко смягчился но он еще тверденький вот такой он нам и надо он не разваливается теперь вот это вот мы будем добавлять сюда в фарш также мы сейчас добавим сюда 3 яйца добавляем перчик по вкусу душистый если вы хотите остренький если вы хотите остренький добавляйте остренький и соль и сейчас будем все перемешивать ой забыла сказать еще шкивые хмели сунели нам надо добавить тоже смотрите по вашему вкусу я добавляю ее немножко тоже где-то пол чайной ложечки и так же паприку тоже где-то пол чайной столовой ложки с чайной ложечки простите меня все и будем все перемешивать в наш фарш нужно добавить еще 2 столовые ложки жирного майонеза выбирайте по вкусу сами майонез я купила европейский он очень вкусный и будем перемешивать друзья как вы видите я уже одну шкурку начинила фаршем положила в фольгу и она держит очень плотно форму сейчас буду показывать как это делается мы возьмем кисточку с маслом намажем немножко на фольгу потом мы берем шкурку в шкурке у нас должно быть вот такое вот отверстие ямочка такая в эту ямочку мы сейчас будем ложечкой ложить фарш ямочку мы фарш наложим переходим сюда и дальше будем продолжать фарш накладывать на всю нашу шкурку вот так ложечкой поправляем со всех сторон вот так ложечкой поправляем со всех сторон ножка будет очень большая как вы видите в размере на этом мы пока остановимся сейчас я вам покажу как ее надо закрепить берем зубочистки берем шкурку отсюда прикрепляем зубочисткой также берем с этой стороны еще одну зубочистку и будем прокалывать сейчас мы ее перевернем аккуратненько таким образом вот и прижимаем со всех сторон смотрите вот такая она у нас будет аппетитная только не забудьте потом вытащить зубочистки и делаем так же сам лодочку прикрепляем ее здесь и тут так же мы тоже закрепляем чтоб она держала свою форму по бокам можете согнуть если вам оно мешать будет и ложим так же напротив хорошо загибаем бока ну мы будем дальше продолжать еще увидимся как вы видите я уже начинила 7 наших ножек осталась последняя сейчас еще раз покажу как ее надо начинить берем фарш и ложечкой поправляем в эту ямочку я вам уже показывала берем еще фарш так же впихиваем ложечку туда в этот фарш и так же по всей шкурте мы выкладываем фарш вот таким вот образом здесь с зубочисткой пользоваться не буду я вот так вот складываем и переворачиваем и хорошо аккуратно поправляем везде пальчик мы выкладываем на нее и формируем вот такую вот ножку и будем заворачивать опять такие фольгой делаем водочку и сейчас эту курочку наши ножки будем смазывать сверху по солнечным маслом берем кисточку и будем смазывать маслом сверху чтоб в духовке приобрела наша курочка наша курочка аппетитную золотистую хрустящую корочку но сейчас нашу курочку мы ставим на самую верхнюю полку в разогретую духовку под низ надо обязательно поставить противень с водой у нас прошло минут 20 смотрите курочка везде кипит вот в наших лодочках сейчас мы обмазывать будем желточком чтобы получилась золотистая коричневая корочка и они будут очень аппетитно выглядеть каждую смазываем хорошо желточком и оставим еще на минут 15 будем наблюдать и будем наблюдать